сегодня я хочу попробовать батат в запеченном виде потому что в жареном виде я делал мне не понравилось в пюре тоже не понравилось он сладкий совершенно сладким можно его сырым кушать но я хочу попробовать делать его запеченным на такие кусочки я его порезала два бататика он очень плотно вырезать немножко сложно но возможно вот так я сделала полосочками теперь переверну и еще прорежу полосочками теперь перекладываю в этот батат форму от торта возьму приправу для картофеля так как это все таки картофель вот столько надо попробовать если приправа имеет соль тогда солить не можно а если нет значит досолить в моем случае приправа имеет мало соли так как картофель это очень сладкая а приправа предназначена для обыкновенного картофеля я доставила а теперь беру кукурузную муку и вот так на следующую сверху я беру противень на дно противень и налью масло можно любое масло оливковое кунжутное в моем случае растительное просто подсолнечное и выкладываю сюда батат масло не бывает картошкой масло не испортишь выкладываю батат и нужно разложить его красивенько я высыпала так как одной рукой вот так друг от дружки немножко было расстояние чтобы он мог запить его ровненько выложу и и и Теперь сверху немножко еще польем маслом. И теперь отправляем это блюдо в духовку на 40 минут. Духовку я предварительно не нагревала, нужно ее оставить 200 градусов на верх-низ пропекаться, все на 40 минут. Духовка холодная. Пришло ровно 40 минут, палочки из ботата готовы, достаем пробовать. Выглядит очень аппетитно, сейчас производим пробу. Ну как картошка получилась. Очень вкусный, ароматный вкус. Намного вкуснее, чем картофель жареный. Вот теперь, когда я буду готовить ботат, только буду запекать. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, будет очень много интересного. До свидания.